В общем, так, сегодня я себя чувствую лучше. На улице у нас холод. Вчера я попала под сильнейший дождь, под ливень. Вся промокла, вся куртка, вся одежда. Сейчас я иду. Где-то Алина пошла. Я ее догоню. Мы пойдем в магазин, в Радугу. Был хороший комментарий, что пацаны мне надоели, с девчонками интереснее. Да, я согласна. Выросли мои пацаны. Неинтересно, что им ходить с мамой. А хорошо, когда есть кто-то рядом, с кем интересно общаться, проводить время. И тем более близко живет. Мы можем быстро состыковаться с ней. И что еще хотела сказать. Ну и все. Смотрите, куда мы идем. Алина там впереди с коляской. Она меня еще не видит. Смотрите, какая у нас природа в городе. У нас хорошо и зимой, и летом. Красотища. Вот она. Так, вот Алина. Алина еще не передумала быть моим, как это, участником видео. Участником видео. Что, я надеюсь на большую популярность. Спасибо тебе. Просто я надеюсь, что там я стану до Москвы. Просто моя популярность. Хорошо. А то я здесь болела и не очень отслеживала комментарии. Смотрю, там есть нехорошие люди, которые... Ой, я задыхаюсь. Нет, которые пытаются там... Я вообще, по-моему, первый раз видела этого. Комментатора на канале. Ну и Алина правильно написала. Как можно оценивать человека за две минуты увидим вообще... Да ладно, я там просто развлекаюсь тоже. Пишут. Кто-то гадость написал, а я гадость в ответ написала. Ну, я просто хочу еще раз сказать, что Алина будет участником моих видео. Она вошла в мою жизнь. Ну, как бы... Практически. Мужика отсеяли, как бы, решили вот... Нет, я надеюсь... В творческом порыве. Да. Я надеюсь, у Алины все сложится в личной жизни. Ничего выносить мы не собираемся. Ну, и лично я, как бы, не знаю, как Алина. Понятно. Ждем, ждем. Вот вроде даты уже определились. Да? Ну, мы не виделись несколько дней. Я... Билетов, как бы, еще нет, но нет. Я, в общем, сильно болела. И мне все новости знают. Что-то да, ты прям это... Смотри-ка, видно, я говорю, что... Съемка распространена. Да, видно. Ну, пошли сейчас ПЦР, тест дадим. А что, можно? Да. В инвитера. Вообще, насчет к стезон болезни непонятно чем. Я не думаю, что это ковид, но... Вирусное какое-то, а очень много людей это нет. То есть, я вот на канал не заблокирую за это, если говорить слово, это нет? Да нет. Ну, не канал, но там видео могут. Понятизация тут нет. Я не знаю, посмотрим. Так. Целый точек так. У нас с Алиной делала кучу. Мы говорили, говорили, говорили. И дошли до такой мысли. Хочу, чтобы Алина и высказала. Да. Мы, короче, рассказывали о том, что политические видео делать, а уже куча все... Ну, в общем, все, кому не лень, делают свои анализы политические, все что-то, но анализируют, и это анализируют. Но смысл-то, суть этих всех анализов, она, так скажем, не говорит вот самую-самую корень до проблем. Потому что это капитализм, и все крутится вокруг денег. Нет каких-то идеологических... Господи, понимаешь, как что? Ну, как не будет, наверное, ветер дует. Ну, говори, попроверим. Нет, короче, никаких идеологических проблем. Нет никаких противостояний там демократии одной страны, демократии другой страны, защиты правды, и все остальное. Есть только деньги, деньги, и в потоках движения. Вот и все. А мы чаще всего, когда рассуждаем о том, что где-то революция, где-то еще что-то, мы забываем о том, что на самом деле все просто, просто это рынок, просто рынок. Ну, в чем выгодно? Ну, ищи всегда, кому это выгодно, как во всем. Как в преминале? Да, но это же и даже себе самому сложно озвучить, потому что думаешь, а куда тогда идти, к чему тогда стремиться? Ну, нет, подожди, слушай, вот ты сейчас говоришь, люди не поймут, к чему вообще это, о чем вообще речь. Ну, к чему мы начали? Не, так вот, я, короче, и говорю. И с чего я начала-то думать об этом? То, что ты подумала, что ты была сначала против в школе училищ, что кому не хуй, да, да. Не, так я о чем говорю? Что сложно вначале подумать, потому что мозг начинает петлять о том, как это так, деньги, да нет, что-то же еще есть, наверное, есть какой-то другой выход, что-то можно исправить. На самом деле, исправить ничего не получится. Не получится исправить до тех пор, пока ты не поймешь, что это капитализм. А пришла я к этому, вот хотела как раз рассказать историю. Я раньше была тоже за, там, демократию. Меня в школе учили, что коммунизм это очень плохо, Сталин, репрессии и все такое. А потом как-то я была в очередной раз в Корее, приехала тут. И у меня там не было денег с собой, и что-то очень, короче, все клиенты там поотказывались, я фотографией занималась. В общем, короче, как-то так все случилось, что у меня вообще не было денег с собой, просто ни копейки даже на кофе. Я сидела полтора часа в одном кафе, ждала своего клиента, когда он у меня должен был прийти. В итоге он так и не пришел, даже не позвонил, не предупредил. А хозяин кафе мне сказал, а вы уже тут полтора часа сидите, может быть, вы как бы, ну, или давайте что-то купите, или до свидания. О, отец звонил. Елка, давай на паузу ставь. Дубль два. Да, дубль два, позвонили мне. Вот, и, короче, я, он мне сказал, либо покупайте что-то, либо, ну, извините, у нас места только для клиентов. Я вышла оттуда, пошла на гору, и посмотрела на этот город, на Сеул, он такой вот красивый, высокий, высотное здание. Я просто осознала, четко осознала, что эта же как бы земля, она принадлежит и мне тоже. То есть вот все, что это застроено, все, что забетонировано, все, на чем стоят эти высокие здания, эти кафе, эти магазины, это ведь и моя земля тоже. Ведь я же как бы животное, на этой планете рожденное. И, соответственно, я имею право построить тут где-то берлогу. То есть белка строит себе дупло, там какие-то лисы, не знаю, ничего, кто-то, там бобры что-то строит. Я тоже имею право себе построить. Мне не нужно для этого, там, ну, как сказать. То есть это природное мое право. Но получается, что кто-то... Ты имеешь национальность какую-то, там принадлежность к какому-то государству, ты имеешь в виду... Не-не-не, как вот я животное, я родилась на этой планете, я имею право иметь какой-то участок земли свой. Но получается, что мне, ну, как бы, сейчас нынешний вот этот капитализм, он не позволяет мне просто взять какой-то участок земли и себе его там, ну, с учетом того, что нам просто много всего надо, электричество и то и все. И я подумала, а если мне станет плохо, а если я хочу просто прилечь отдохнуть, то получается, я должна спросить разрешение у тех, кто владеет этими зданиями. И я четко осознала, а ведь в коммунизме было, наоборот, все народное, все как бы... Ну, то есть и там, конечно, нельзя было прийти кому-то домой и лечь там, не знаю, или еще что-то, но ощущение того, что вот сейчас у меня забрали естественное природное право на жилье, на здоровье, на... Ну, то, к чему стремились, так в идеале хотели... Да, да, да. То есть, по сути, я знала четко почему-то именно в этот момент, что это именно мои естественные права как существа, как животного на этой планете. То есть, я должна иметь, если я плачу на роги, если у нас государство, если мы чему-то обязаны государством, мы же... Это наша складчина, получается, да? Вот мы все живем в деревне, сложились, у кого-то дом сгорел, мы из этой общины дали ему деньги, он дом построил, мы там все помогли. Вот оно, начало государства. А сейчас, получается, у меня нет никакой возможности. То есть, я родилась, я уже должна платить налоги, я должна учиться платить за то, чтобы я выучилась и пошла работать, чтобы платить налоги. То есть, я уже изначально должна этому государству... Короче, ты пришла к тому, что это неестественно. Что коммунизм... Что коммунизм — это природное, естественное, так скажем, ну, в идеале, да, к чему стремились. Это природное, естественное, так скажем, способ жизни. А капитализм, это не естественный способ жизни, это как бы дикий абсолютно, это закон джунглей, но в извращенном, как бы, это даже не Маугли, это какое-то просто извращение. Ну смотри, мы можем затянуть этот разговор, но, да я хотела туда что-то в одно место сходить, ну ладно. Слушай, ну тут же же мы, знаешь, как бы, аргументы, контраргументы, что человек, коммунист запрещал иметь частную собственность, а человек, он индивидуален, он и может развивать свой бизнес, почему он должен быть ограничен. Частную собственность, надо подразумевать, что ты имеешь в виду под частную собственность? У всех были квартиры, это частная собственность. Ну бизнес, наверное, зарабатывать деньги. Ну а зачем тебе зарабатывать деньги, как бы, частную... Нет, почему? Там же были, были какие-то там, я не помню, в разное время разные были... Ну то есть это все можно как-то все это... Просто не в таком масштабе. То есть, чашную собственность? Мы расходимся. Ой, хорошо. Частный бизнес был, но он не был в таких масштабах, что так, знаешь, вот как сейчас, допустим, эти вакцины сделают частные компании. И в итоге они такие хозяйки и делают цены. То есть была возможность как-то подработать, заработать. То есть люди все равно где-то там халтурили или еще что-то делали. Ну, может, как они, слушай, делали, потому что в человеческой натуре все-таки стремление больше, ну, наживе или обогащению. Ну, это ты своим трудом зарабатываешь, если ты, допустим, кому-то помог, и тебе за это приплатили. То есть ты кому-то что-то построил, тебе за это приплатили. Но, там, дачу починил или еще что-то прикопал. Но, как тебе сказать... Ну, допустим, вот спекуляция раньше, да, за нее садили. Я сама и подруги посадили на 5 лет за то, что он там схему какую-то... Не схему, а... Короче, деталь от машины ему 2 пришло и решил одну продать. И он на 5 лет за спекуляцию посадили. Это частный случай, он, конечно, страшный. Но сейчас спекуляция – это основа экономики. Ну, это же круто. Сейчас считается, что вообще человек должен обладать какими-то качествами. Не каждый человек может спекулировать. Это талант. Талант – это видно даже описывать такие люди, которые занимались... Так, а что делаете как кто-то не может? Понимаешь? Выбора-то получается уже нет. Ты либо спекулируешь, либо ты просто вообще живешь на подаянии. Ну, а вообще есть такое мнение, что люди не могут быть априори равными, потому что они рождаются неравными. Они неравными рождаются. Ну, а коммунист подразумевает, что вроде бы как все равны. Нет, они равны возможности, а не в том, что они должны... Хочешь... Да елки-палки. Вресь. Хочешь – иди на завод работать. Хочешь – быть доктором. Хочешь – там еще что-то. Но ты не должен быть понеяться. То есть, хочешь быть художником – будь художником. Вот, все, очень хорошо. Так, я ставлю паузу, потому что у меня рука... Будем дальше темы такие разы. Мы идем мимо мусор. Ну, короче, у нас просто болталка такая. Да, и мы просто поделились. Это не то, что сейчас мы к чему-то определенному подойдем. Идите, кула-ла-ла-ла-ла. Все, пока. Субтитры сделал DimaTorzok.